МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вы смотрите новости недели на телеканале Беларусь4. Из всех событий, уходящих 7 дней, мы выделяем главные, не упуская ключевых деталей. Здравствуйте. Промышленная сфера региона нацелена на достижение высоких результатов. Об этом во время встречи с трудовым коллективом завода «Центролит» заявил председатель Гомельского облсполкома Владимир Дворник. Создано в Беларуси. Сегодня свой профессиональный праздник отмечают представители научной общественности. Сосудистая катастрофа. Как противостоять инсульту? В интервью программе рассказала доктор медицинских наук профессор Наталья Галиновская. Когда молода, но уже не зелена, сделать ставку на своих воспитанников и не прогадать, чем живет хоккейный клуб «Гомель». Все подробности этих и других событий из жизни региона в ближайшие 26 минут. На этой неделе информационная группа во главе с председателем Гомельского облсполкома Владимиром Дворником посетила литейный завод «Центролит». В рабочей программе посещение производства и встреча с коллективом на предприятии побывали и наши корреспонденты. Литейный завод «Центролит» – предприятие, возможно, и не самыми большими, но стабильно положительными экономическими показателями. За прошлый год все со знаком «плюс». В декабре средняя зарплата превысила 950 рублей при росте объемов производства на 104%. Причем продукция «Гомельчан» пользуется спросом не только в Беларуси. Сегодня на экспорт поставляется около 52% произведенного на «Центролите». Увеличение ассортимента и снижение себестоимости в таких условиях – необходимость. На предприятии уже реализовали несколько проектов по модернизации производства. В прошлом году экспорт превысил 8 миллионов долларов. Есть все основания полагать, что в этом году объемы увеличатся. Традиционными рынками завода являются Российская Федерация, Финляндия, Литва, Эстония, Швеция. Продолжаем наращивать объемы, запланированный рост объемов и на 2019 год, как промышленного производства, так и экспорта. Во время встречи с коллективом председатель область полкома Владимир Дворник на результаты работы промышленного комплекса обращает особое внимание. У Гомельской области мощнейший потенциал от результатов деятельности предприятий напрямую зависит наполняемость бюджета и, как следствие, реализация запланированных программ. В этом году в регионе собираются ввести в эксплуатацию несколько новых предприятий, что окажет положительное влияние на социально-экономическую ситуацию. ЦКК, я думаю, в этом году выйдет. Это будет крупнейший завод с хорошей экономикой, который добавит нам отрасли промышленности. В этом году мы должны получить первую калийную продукцию на Петриковшине. Это вообще суперзавод, который намного увеличит потенциал области промышленности. Ну и много-много предприятий, их десятки, которые сегодня модернизируются. Новые предприятия, которые появятся на карте к концу этого года. Поэтому для меня промышленность и для региона – это особый потенциал, который должен поднять уровень жизни и достатка наших людей. Олег Сентюров, Марина Джала, Валерий Гопанько. Новости недели. Сегодня отмечается День белорусской науки. В Гомеле к этому событию приурочили торжественное собрание и выставку-презентацию новых разработок в различных сферах. Именно эти инновации помогают предприятиям осваивать новую востребованную на мировых рынках продукцию, улучшать экологию и внедрять новые технологии в медицине. О научных достижениях – материал наших корреспондентов. Это уже традиция. Посвященная Дню белорусской науки торжественное собрание проводят в одном из высших учебных заведений региона. В этом году оно прошло на базе Белорусского государственного университета транспорта. Сегодня это не только крупное учреждение образования, но и не менее значимый научно-исследовательский центр. Сейчас здесь по различным направлениям действуют 13 научных школ. Количество международных партнеров исчисляется несколькими десятками. 55 международными партнерами из более чем 20 стран мира. В настоящее время у нас действуют соглашения с китайскими университетами, университетами России, США, Германии, Великобритании. Сегодня белорусская наука – это бренд, которым можно гордиться. Разработки ученых не только хорошо известны за пределами страны, но и приносят ей реальные доходы. Наука не должна существовать только ради науки. Она должна иметь практическую направленность. Надо заниматься и фундаментальной наукой обязательно, иначе практика ориентированная наука будет слепа, без фундаментальных разработок. Но, конечно, технический вуз ориентирован прежде всего на практику, на внедрение научных разработок на производство. Сдержанные и скромные в повседневной жизни эти люди являются авторами важных открытий, от которых может зависеть будущее человечества. Далеко не все сегодня измеряется только деньгами. Не менее важны и достижения в гуманитарной сфере. Заведующий кафедрой Белорусской литературы Гомельского государственного университета имени Франциска Скорины профессор Иван Штейнер награждается почетной грамотой Совета министров Беларуси. За великие науковые достижения в галине литературознавства. Менавито в этом году я стал лауреатом национальной литературной премии «Уголение критики и литературознавства». Это действительно произошло впервые. Региональные научно-исследовательские институты Беларуси и России получили совместную престижную премию Российской академии наук и Национальной академии наук Беларуси, которая присуждается один раз в три года. Благодаря разработкам ученых института механики металлополимеров создана методика, позволяющая проследить, как поведут себя новые полимерные материалы в различных условиях. На эту тему опубликовано около ста научных работ. Методики уже находят практическое применение. Тем самым в мировой науке сделан еще один шаг к разработке так называемых умных материалов. Вот эта компьютерная модель, которая представляет собой как раз чертеж фактически этого нового изделия или даже материала. И сразу его можно реализовать методом 3D-печати с использованием наноматериалов современных. Получается и быстро, и качественно, и разработка сокращается во много раз. В науку приходят различными путями. Кто-то начинает свою деятельность еще в студенческие годы в институтских лабораториях. Кто-то пробует свои силы в рамках республиканского проекта «100 идей для Беларуси». В ноябре прошлого года стартовал восьмой сезон конкурса. Организаторы отмечают, в нем очень активны школьники, причем с сильными проектами. БРСМ предоставляет молодым людям возможность показать свои разработки, быть услышанными, найти партнеров и спонсоров для реализации идей. Прежде всего, необходимо, чтобы у самого автора горели глаза для реализации своей инициативы, чтобы он понимал, самый четко мог рассказать, что за инициатива, насколько она коммерчески выгодна. И тогда, наверное, спонсор будет готов профинансировать данный проект. Для Института леса Национальной академии наук итогом участия в конкурсе «100 идей для Беларуси» стало создание фитопатологического центра. Именно здесь сегодня проводятся генетические исследования мирового уровня. В ноябре прошлого года на базе института состоялся обучающий семинар по генетической паспортизации растений с участием международных экспертов Шведского университета аграрных наук и представителей 14 научных учреждений Беларуси. Сами ученые считают это направление исследований особенно важным. Потребление лесных ресурсов превысило производительные возможности природы. Сегодня остро встает проблема разумного ведения лесного хозяйства, которое обеспечивает рациональное использование и воспроизводство лесов. Меры борьбы с болезнями, если найти гены, которые будут устойчивы против этого самого. И второе такое направление, которое вот сейчас у нас, это нахождение деревьев с заданными технологическими свойствами, то есть по длине целлюлеза, для обеспечения нашего светлогорского целлюзобумажного комбината. Во время посвященного Дню Белорусской науки торжественного собрания, науку сравнивают со спортом. Достижения в обеих этих сферах напрямую влияют на престиж страны. Правда, если имена знаменитых спортсменов известны всем, то об ученых этого обычно сказать нельзя. Но это никак не преуменьшает их роли в развитии Беларуси. Все мы прекрасно понимаем, что без хорошей, крепкой науки, без достижений невозможно построение независимого государства. Поэтому то, что делает наука Республики Беларусь, безусловно, это и есть безопасность нашей страны в плане самостоятельного государства. Олег Сентюров, Ольга Коновалова, Валерий Капанько. Новости недели. Вы смотрите Новости недели. Коротко о главных событиях из жизни региона. Далее в обзоре от службы информации. Помощник президента, инспектор по Гомельской области Юрий Шулейко посетил Ижлобин. Программа визита была насыщенной, включала прямую телефонную линию, личный прием граждан и участие в заседании комиссии по содействию занятости населения. Всего на прием к помощнику президента пришли 10 человек, еще 9 позвонили на прямую линию. Юрий Шулейко отметил, что все вопросы, которые поступили от жителей региона, имеют под собой актуальную основу и касаются обеспечения жизнедеятельности. Подходить к решению каждой ситуации нужно комплексно, поэтому участие в личных приемах граждан всегда принимают специалисты разных уровней. На заседании Гомельского облсполкома подведены итоги социально-экономического развития в минувшем году и уточнены задачи на 2019-й. Среди основных невыполненных показателей – воловой региональный продукт, производительность труда и экспорт товаров. Хотя здесь ситуацию можно оценивать по-разному, в любом случае ни один из этих показателей не оказался ниже прошлогоднего. Особое внимание промышленному комплексу. В последние годы проведена модернизация ряда крупных предприятий. Построены и новые. По количеству реализованных инвестпроектов Гомельщина среди лидеров. О социально-экономическом развитии региона в 2019-м шла речь на шестой сессии Гомельского областного совета депутатов. Прогноз на текущий год оценивается как оптимистичный. Для выполнения прогнозных показателей требуется увеличение объемов продажи и, как следствие, рост эффективности работы предприятий, а также создание новых производств. Во время проведения сессии утверждена и новая инвестиционная программа. Документам, предусмотренные из областного бюджета, направить на строительство и ремонт более 90 миллионов белорусских рублей. Руководитель Республиканского общественного объединения «Белая Русь» Геннадий Давыдко посетил Белорусский металлургический завод. В рамках визита он побывал на предприятии и ознакомился с производством. Встреча с трудовым коллективом БМЗ началась с подведения итогов 2018 года Малой Родины. 2019-й тоже пройдет под этим знаком, и многие проекты будут продолжены. Сотрудники Белорусского металлургического завода поинтересовались у руководителя Белой Руси деятельностью организации и ее сотрудничеством с другими общественными организациями и государственными органами. Эстафета «Огня» ко вторым европейским играм стартует 3 мая. Зажгут пламя мира в Риме. На территории нашей страны первыми эстафету примут в Бресте. После она пройдет по всем регионам. Маршрут пробега по территории Гомельской области в облсполкоме обсуждали на рабочем совещании с участием представителей дирекции Вторых европейских игр. Известно, что марафон в течение шести дней пройдет по самым знаковым объектам и местам региона. В 2018 году в Гомельской области зарегистрировано более 5000 инсультов. Там, где пациент проявил бдительность, а медицина смогла оперативно вмешаться, удалось избежать серьезных проблем. Именно поэтому так важно внимательно относиться к себе и своему организму и не откладывать обращения к специалистам. Ведь инсульт занимает лидирующее место в мире среди причин смертности. О том, как защитить себя и своих близких от бомбы замедленного действия, интервью координатора инсультной школы Натальи Галиновской. Наталья Викторовна, вначале немного статистики в качестве введения в тему для зрителей в первую очередь. Проблема инсультов не просто актуальна, а гиперактуальна для региона и Белоруссии в целом. Почему? В прошлом году в нашем регионе случилось 5000 инсультов. Это не такая большая цифра. И все-таки за каждым из них жизни здоровье граждан? Совершенно верно. Каждый случай – это трагедия не только самого человека, но и его семьи, и общества в целом. Наверное, еще более проблемно звучит следующий факт. Инсульты молодеют? С чем это связывается? К сожалению, это связано с тем, что у молодых мужчин нет желания наблюдаться и следить за своим здоровьем. Они не всегда ходят в поликлинику, не всегда измеряют его. Многие из них курят, и, к сожалению, многие пьют алкоголь. Именно мужчин касается эта проблема первостепенно? Для женщин она становится более актуальной после 60 лет. Вот тогда у женщин инсульты существенно нарастают. Вообще женщины более заботливы о своем здоровье? Или же нет? И да, и нет. Скорее, женщины заботятся о детях, чем о себе. Но женщины более способны к выживанию. Кстати, о сознательности населения, думаю, что вряд ли будете хвалить пациентов. Не то слово. Во-первых, это расслабляет? Не хвалите точно. Не то слово. Ругать пациентов стоит очень. Потому что самое главное, что мы можем сделать для пациента, мы можем сделать первые 4,5 часа от момента инсульта. Но мы, к сожалению, не видим пациента в это время. Они остаются дома и ждут, пока все пройдет. То есть то самое самозапущение, о котором иногда пишут специалисты и эксперты, оно вот налицо? А та самая ранняя диагностика, она так важна? А у нас есть такой термин, он называется терапевтическое окно. Это те самые пресловутые 4,5 часа, в которые можно найти признаки инсульта. Причем эта диагностика зависит не от нас, она зависит от пациента, от его родственников. На что стоит обратить внимание? Как бы посоветовали действовать каждому, кто смотрит, если вдруг придется столкнуться? Есть такая международная программа, она называется система FAST. В ней выделено 3 признака, которыми проявляет 70% инсульта. Нужно вытянуть вперед руки, если одна рука опускается, значит мы вызываем скорую помощь. Попросить пациента улыбнуться, и если лицо будет перекошено, те же действия. И попросить назвать свое имя. И если вдруг возникли подозрения, необходимо немедленно вызвать скорую помощь. Инсульт может возникнуть совершенно внезапно. Например, из сердца прилетел тромб, он закупорил сосуд, и у человека случился инсульт. При этом давление может быть нормальным. Не нужно смотреть на остальные признаки. Если вот один из этих признаков сработал, достаточно для того, чтобы вызвать скорую помощь. У нас есть всего 5 минут для того, чтобы определиться с тем, что это. И нет каких-то признаков, предшествующих инсульту. Поэтому если человек почувствовал себя плохо, и ему больше 50 лет, то уже достаточно оснований для того, чтобы провести это тестирование. И буквально коротко в завершении о медицинской базе, которая создана здесь, в регионе. Можем ли мы достойно оказать помощь и поддержку и по реабилитации, по восстановлению, ну и, конечно, по лечению, оказание первой помощи пациентам, которые обращаются? Несомненно. У нас разработана этапная система оказания инсультной помощи буквально с самых первых минут. В этом году у нас вышли нормативные документы, которые определили пошаговую стратегию на каждом этапе. Скорая помощь знает, что она должна делать поминутно. У нас есть стационары, оказывающие инсультную помощь. Они работают согласно международным стандартам. И если пациент сознательно приехал вовремя, то ему окажут помощь на самом высшем уровне. Его будет ждать инсультная бригада. Ему проведут тромбоэлитическую терапию, если он успеет в терапевтическое окно. И если у него останутся последствия, то, конечно, ему будет оказана реабилитационная помощь. Ну вот, как видим, система отточена как чуткий механизм. Дело за малым, казалось бы, за нашим внимательным отношением к себе и своим близким. Но далеко не всегда так бывает. К сожалению, да. Мы ждем своего пациента. Увы, инсульты случаются. И здесь мы можем помочь. Главное, вовремя его распознать. Спасибо за эту порцию полезной информации. Успехов, здоровья вам и вашим близким. Спасибо. На сломе эпох. Гомельский клубный хоккей сейчас переживает непростой период. Гомель продолжает жестко гнуть взятую сезон назад линию на обновление состава. Причем делается это за счет собственных воспитанников. Перемены даются нелегко. Болезненные поражения. Невысокое в сравнении с минувшими годами место в турнирной таблице. Кривотолки в околохоккейной среде. Наш корреспондент Максим Савин решил лично узнать, чем сейчас живут рыси. Гомель за бронзовел. Так говорили еще несколько лет назад. Четыре года к ряду команда становилась третьей в экстралиге. Сможет ли она подняться выше или это потолок? В клубе решились на перемены. Еще два года тому назад мы объявили курс на омоложение состава. И мы сказали о том, что мы будем как можно больше вводить своих игроков. Поэтому отчасти это вынужденная мера, отчасти это плановое мероприятие. Но вы реально видите, что те наши ребята, которые два года подряд были чемпионами страны сначала по юниорской лиге, потом по высшей лиге, они влились в команду. На сегодняшний день у нас состав команды на 80% состоит из своих воспитанников. Это хорошие воспитанники. Это ребята, которые со временем могут раскрыться. В 2017-м Гомель спустя пять лет выиграл кубок Руслана Солея и получил пропуск в Еврокубке. В ноябре 2018-го команда отправилась во французский Леон для участия в полуфинальной стадии континентального кубка. Уже тогда в составе Рыси было 13 собственных воспитанников. Прогнозы для гомельчан были не самыми утешительными. Остроты к комментариям добавляло и то, что во Францию команда отправилась на автобусе. Правда, как заверили в клубе, автобусный Евротур был частью плана. Мы поехали туда на автобусе не случайно и неспроста. Я раскрывая карту могу сказать, что это была абсолютно продуманная тактическая схема. Мы очень плавно вкатились в часовые пояса. Мы очень плавно прошли климатическую зону. Команда плавно прошла адаптацию климата и смену часовых поясов. По дороге мы сыграли товарищеский матч в Бресте. Мы сумели хорошо адаптироваться, восстановиться. И более того, мы получили эффект неожиданности. Мы, откровенно говоря, наши соперники не рассчитывали получить от нас какой-либо достойной игры. Чем мы, в общем-то, и воспользовались. В полуфинале гомельчане одержали две победы и потерпели одно поражение, уступив, кстати, будущему победителю континентального кубка – казахстанскому Орлану. В январе в Белфаст на суперфинал турнира «Рыся» отправились на самолете и с 17 собственными воспитанниками в Ростере. Сенсации не случилось. Гомель проиграл все три встречи с общим счетом 2-18 и занял последнее четвертое место. Посыпать голову пеплом из-за такого результата в хоккейном клубе не спешат. Да, пропустили чересчур много, но молодежь по полной хлебнула взрослого хоккея. Ну, сам результат, конечно, не впечатляет, но все равно, судя по тем командам, которые там были, ребята все равно сражались достойно, бились. Да, команда молодая, можно сказать так, в процессе становления, много своих воспитанников, поэтому, я думаю, ребята получили неоценимый опыт. Что касается самой игры, как бы желание, старание было, но мастерства где-то не хватило. Это я смогу списать на молодость. А молодежь действительно неплохая. Костяк команды «Золотое поколение» – это игроки Гомеля-2, выигравшего чемпионат страны высшей лиги в прошлом сезоне. В тренерском штабе не скрывают, что работы много. Главное – есть понимание, что и как нужно делать для достижения результата. Самый такой хороший возраст для работы. Еще не поздно их на что-то перестроить, подсказать, помочь. Если будут относиться с должным пониманием, с работоспособностью, я думаю, что у них все хорошо будет. Ребята подтягиваются, набирают обороты, и я думаю, что к плову мы подойдем в хорошей форме и любой команде дадим бой. С бытовой стороной в клубе дела также обстоят неплохо. С амуницией проблем нет, зарплата выплачивается вовремя. Да, бонусы, оговоренные в контрактах, хоккеисты пока получают не всем. Но по ходу плей-офф этот вопрос намерен решить. Зарплата платится каждый месяц в размере минставки. Это достаточно, хорошая сумма. Премиальная? Ну, остальные, премиальные, они резервируются и отдадутся потом, попозже. Конечно, определенные сложности в работе возникают всегда. Однако от намеченного курса никто отказываться не собирается. Результат обязательно будет. Обещают в клубе, надо просто набраться терпения. Максим Савин, Игорь Морищенко, Новости недели. 2019-й проходит под знаком Года Малой Родины. Подводя итоги прошлого года, в Беларуси отметили повышение интереса к национальной культуре. Региональные фестивали и форумы стали популярнее как среди белорусов, так и у зарубежных гостей. Кроме того, многие инициативы по проведению культурных мероприятий сегодня выдвигают именно представители малых городов и деревень. Одна из первых выставок, посвященных Году Малой Родины, открылась в Гомельском государственном университете имени Франциска Скорины. Экспозицию «Сохранение и развитие нематериального наследия Беларуси» презентовал собственный фотокорреспондент Белта Сергей Холодилин. Подробнее в обзоре культурных событий с Евгением Кухаронок. Одной из самых интересных форм музейной работы является комплектование фонда. Ею занимаются такие специалисты, как реставраторы, хранители и научные сотрудники. Источников поступления новых экспонатов достаточно много, однако наиболее ценным является простая передача в дар предметов от обыкновенных людей. Дворец Румянцевых и Паскевичей приглашают на выставку «Сохраним наследие вместе». Экспозиция рассказывает о предметах, переданных в дар музею и дарителях. Здесь представлена мебель, картины, фотографии, документы, предметы быта, старопечатные рукописные книги, иконы. Теперь это музейные экспонаты и про их прошлую жизнь рассказывает экскурсовод. На сцене ДК «Железнодорожников» показали современную интерпретацию истории Дон Джоана. Московский театр «Миллениум» показал постановку проделки Дона Джованни. Роль главного лавелласа исполнил знаменитый актер Гоша Куценко. Спектакль был полон острых и смешных ситуаций. Знаменитые неглюбские рушники, стилизованная под старину современная свадьба, деревня с тремя жителями. В невероятное путешествие по Беларуси приглашает гомельский фотограф Сергей Холодилин. Его персональная выставка «Сохранение и развитие нематериального наследия Беларуси» открылась в выставочном зале ГГУ имени Франциска Скорина. А в областной библиотеке имени Ленина презентовали фоксимильное издание первого белорусского и восточноевропейского букваря. Оригинал книги был издан 400 лет назад в типографии Виленского православного братства Святого Духа. Фоксимиля, подготовленная специалистами Национальной библиотеки Беларуси, представляет собой трехтомник. Полноцветный букварь оригинального размера, его перевод на современный белорусский язык и сборник научных исследований на русском, белорусском и английском языках. Далее узнаем, что нас ждет на следующей неделе. Со 2 февраля в Гомельском цирке новая программа «Браво Брависсимо» в город приезжает легендарный клоун Дэвид Ла Рибли. Также зрители увидят выступления воздушных гимнастов, канатаходцев и номера с участием белых тигров, африканского носорога и северных оленей. А Светлогорский историко-краеведческий музей приглашает на этнографическую выставку «Белорусский рушник. Живая традиция». На ней представлены тканые рушники конца 19-го, начала 20-го века из деревни Полесси Светлогорского района. А далее киноафиша региона. 31 января в прокат выходит историческая драма «Фаворитка». В ней повествуется о возвышении одной придворной фаворитки за счет другой в начале 18-го века в Англии. Картина, между тем, стала лидером гонки за предстоящей премией «Оскар». У нее целых 10 номинаций. Также с четверга в кинотеатрах региона начнут показ российского фильма ужасов «Рассвет». В центре сюжета молодая девушка, которая внезапно лишается младшего брата. Ее начинают мучить кошмары, за помощью она обращается в институт сомнологии. Там ее погружают в сновидения, просыпается она уже в иной реальности. Для юных зрителей в прокате со 2 февраля вторая часть анимационной франшизы «Волки и овцы». Евгения Кухаронок, Александр Харлампов. Новости недели. На этом у меня все. Мы встретимся вновь в следующее воскресенье, чтобы вместе подвести итоги недели. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова